Ну а в середине апреля вступит в силу новый приказ Министерства здравоохранения России. Речь идет о поправках федеральных закон об основах охраны здоровья граждан в России. Будут пересмотрены требования к размещению медицинских организаций с учетом численности населения. Это может привести к закрытию большинства больниц, особенно в отдаленных районах, рассказывает Анна Саркомова. Под модернизацию здравоохранения в республике могут попасть 268 медицинских учреждений, после чего их останется только 21. Для территории с низкой плотностью населения эта цифра критична. Чтобы оказать медицинскую помощь, медикам придется вызывать санавиацию. В результате расходы на полеты могут вырасти с 1 до 9 миллиардов рублей в год. Дело в том, что у нас из 9 поселков 8 является труднодоступным. У нас за прошлый год 65 было улетов санавиации. Это мы доставляли только тяжелых больных, которые не могут лечиться в сельских участковых больницах. Но основная масса пациентов, они успешно достаточно лечатся в сельских участковых больницах. Если их сократят, то придется всех вывозить, а это невозможно. Эта проблема актуальна почти для всех населенных пунктов Якутии. В них проживает 35% населения республики. Обязательно погода, чтобы была тихая. Но мы вот, допустим, вот я с ребенком как, если у меня есть, допустим, возможность через 3 месяца, через полгода поехать, я только тогда могу сходить к детскому врачу, чтобы он его посмотрел, как развивается, насколько мы весе набрали. Еще в 2013 году во время встречи Дмитрия Медведева с представителями Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Алексеева отметила, что есть угроза сокращения участковых больниц и резкого ухудшения качества и доступности медицинской помощи. В 2015 году глава республики Егор Борисов встретился с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. В ходе разговора главный акцент был сделан на проблеме доступности к качественной медицинской помощи для жителей труднодоступных и отдаленных местностей республики. Итогом всех этих обращений стало принятие в первом чтении Госдумы 22 марта 2016 года законодательной инициативы парламента Якутии о внесении изменения в федеральный закон об основах охраны здоровья граждан. Законопроект направлен против закрытия медицинских организаций в сельских поселениях. Данный законопроект, он сегодня дает гарантию, что ликвидация или реорганизация лечебных учреждений должна производиться по итогам комиссии специальной, которая будет изучать последствия этого решения. И если медицинское учреждение единственное в населенном пункте, значит, решение должны принимать жители. Без учета жителей населенного пункта решение о ликвидации этого учреждения приниматься не будет. Изменения, предлагаемые руководством Якутии, направлены на обеспечение равных конституционных прав северян на охрану здоровья, независимо от места жительства. Подробный сюжет на эту тему смотрите в субботу в 20.30 в итоговой программе «Якутия. День за днем». Анна Саркомова, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.